Слава Украине! Привет всем от Полонского! И опять возвращаемся к Луне 25 и к индийскому спутнику Чандрайан 3, который уже, кстати, высадил там луноход и по полной программе исследует спутник Земли. Так вот, по ценам, по ценам, сейчас разберемся с ценами. Смотрите, вот эта блестящая, по-другому не скажешь, индийская высадка на Луне, она обошлась бюджету государства Индия в 75 миллионов долларов. Всего-то, всего-то. Надо сказать, что это в два раза дешевле, чем вот, например, американский знаменитый, хотел сказать, боевик, это не боевик, это сага космическая, Интерстеллар, да, где бюджет составил 165 миллионов долларов. Правда, американцы потом 2 миллиарда сняли в прокате, поэтому в накладе никак не остались, потому что американцы деньги делать умеют. То есть, они, ну, это же фильм, да, но, опять-таки, той же самой тематики на тему полета в космос, да. А теперь переходим к так называемой России, Московии. Луна-25, бюджет неизвестен, но знающие люди говорят от 200 до 300 миллионов долларов, при этом, скорее, 300, чем 200. То есть, скажем так, бюджет провальной, абсолютно никакущей высадки на Луну, так сказать, когда, ну, высадкой они считают хряп об лунную поверхность своего космического этого недокорабля, обошелся минимум в три раза дороже, чем блестящая посадка индусов на этой же самой Луне. Вот так вот списывают у вас бабки, вот так вот вас обворовывают. Посмотрите, у вас есть банда, я сейчас русским, потому что русские, ну, скажем так, россияне, и белорусы, большинство на этом канале, и больше, чем украинцев, да. Так вот, подумайте, вас, как вас обворовывают. Это мелочь, это Луна-25, это мелочь, просто об этом узнали, как говорится, да, и об этом стало известно, поэтому об этом говорят. И действительно, что такое, казалось бы, там, 200-300 миллионов, когда у вас, вот, за одну секунду наши герои разбили на миллиард 250 миллионов комплекс С-400, и никто глазом не моргнул. И самое интересное, что все происходит, вот такое разворование, происходит в стране, 30% которой ходить гадить, ходить гадить под куст. 10%, ну, под куст, я имею в виду вот эти дырки свободного падения. Кстати, вполне возможно, что, знаешь, у вас же там, у третьей 30% населения государства, вашего, так сказать, деревянные сортиры, древянные сортиры, система свободного падения. И именно оттуда скопировали создатели Луна-25 систему, как говорится, прилунения. И получилось точно, шумяк, шлеп, и взорвалось, да. Но при этом не забыли списать там, то ли 200, то ли 300 миллионов бакинских. Да, представляете, у вас в стране, где людей нет туалетов, где нефтегазовая империя, у них тупо нет газа. У нас в Украине почти у всех газ, а у вас нет. У вас газа нет. Представляете, у вас 10% населения не знают, что такое унитаз. Я не шучу, я не шучу. Вот сейчас совершенно не шутка и не ерничание. Когда ваши жители бурятской автономии грабили у нас в Эрпене унитазы, вы же знаете, да, я сейчас расскажу в двух словах, как это выглядело. Они когда попали в Эрпене, там красивая хорошая квартира, новые дома, там даже город заново построен весь. Последние там 10 лет, шикарный город, очень красивый. Я бы сам там хотел жить. Так вот они попали в эти квартиры. Ну они офонарели, конечно, там от выпивки дармовой, так самое. Поворовали, конечно, все, что можно. Но самая интересная была история с унитазами. Значит, они им, видимо, настолько понравились, потому что они белые, красивые, блестящие и хорошо пахнут. Они их, значит, повыламывали из пола и унесли. Кстати, вместе с системами видеонаблюдения. Сейчас расскажу, почему это очень важно. Да? Вот. И унесли, увезли домой к себе туда, значит, в Бурятию. А, значит, потом, потом использовали, знаете, как туалет. А я вам скажу, они гадили вокруг дырки вот этой. Они не знали, как использовать унитаз. Это не шутка, это так и было. А и тупо не знали, что это такое. Более того, потом, когда они же еще поворовали эти камеры, систему видеонаблюдения, а они все с выходом в интернет. Они в курсе тоже, что беленькая, красивенькая там висит. Они их у себя дома там поставили, значит, поставили в своих селах этих богом забытых. И, соответственно, наши потом смотрели реалити-шоу, что у них там дома, как это все выглядит. Представляете, люди из-за пеня смотрели вот на эти жуткие деревни, которые там в Сибири у них, где-то там, я не знаю где. Вот. Жуткие деревни этих аборигенов, которые там лазят, галопузы. И знаете, что они еще видели? Они видели там унитазы, стоящие в сервантах. Чего дико-тупо думали, что это предмет роскоши? Вот так вот. Вот. Так я в данном случае не об унитазах, я в данном случае о системе ценностей. У вас воруют вот так вот. То полтора миллиарда, ческолько там на этот С-400, который и за одну секунду сгорел весь комплекс. То потом, значит, отправляют хрен знает куда, хрен знает зачем 300 миллионов долларов ляпнули об лунную поверхность. А у вас полстраны тупо не знает, что такое унитаз. Ну, как говорится. Вы сами выбирали Путина, он вас таким и сделал. Точнее, нет, он вас так и сделал.